Девушки отдыхают Боюсь, я не успею еще все разобрать. Можешь отменить? Обещаю, я сам все сдам, как только разберусь со всем этим. Я им сейчас перезвоню. Только ты не загоняй себя, Паркер. Серьезно. Знаешь, я бы сейчас лучше свернулся рядом с тобой на диване с научным журналом. Особенно с тем французским. Иногда ты слишком романтичен. Потом поговорим. Там也 немного огорелся. С endpointи еще малакосным. Все Directed с Joеном был сноenses. Девушки отдыхают. Вот abnormенсate. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Паркер. Песочный кристалл Память Марку разбросана по всему Нью-Йорку А у вас крем от загара есть? Спинку можете намазать? ВЫСТРЕЛ Они не отступят! Музыка Займусь кристаллом Это будет главной изюминкой моего путешествия. Я нашёл, но меня ждали. У них полно разного оружия. Во что я ввязался? Оружие? Кто бы это ни был, они хорошо изучили Марко. Я не могу. Мокс, если я возьму, я вроде давно не ходила ферзом, может мне… Прекрасно. Знаете, на той неделе я видел здесь старого кроссмейстера. С ней мог сыграть кто угодно, а проиграл он пареньку, который живет неподалеку от меня. Никогда подобного не видел. О, а я гадал, что же тут строят? Это дерево Эмили. Как здорово. Ты пришел? Ты же вроде сказал, это стартап. Да, я думал, все будет не совсем так. Но папа узнал и, ну, обо всем договорился… Питер Паркер. Ну, что скажешь? Повыше классом, чем тот сарай Отто, правда? Хм… И теперь, при твоем участии, работа по-настоящему закипит. А, пап, Пит пока еще не дал согласия. Что? Правда? Ну, я хотел ему все показать. Пусть он сам решает. Ладно. Знаете, я так рад снова видеть вас вместе. Ну, все. Веселитесь. Доставай, Бейдж. Пойдем смотреть. Так, сначала я хочу показать тебе подвал. Гарри, это место… Скажи. Отец, конечно, немного перестарался, на мой взгляд. А… как ты… Он все это устроил, пока я проходил лечение. Но когда меня отпустили, я тут кое-что изменил. Например? Перевел свою зарплату на исследование, собрал инклюзивный совет директоров и убедился, что все наши исследования соответствуют цели – исцелить мир. Доктор Янг, главный энтомолог, уже ждет нас. Знаешь, что такое энтомология? Да. Доктор Янг проводит офигенные исследования по пчелам. Точнее, по охотникам на пчел. Ты сильной? Давай, за мной! Поболтаем с энтомологом. Ты, наверное, и Питер. Приятно познакомиться. Этот проект тебе понравится. Рад знакомству, доктор Янг. Гарри сказал, вы работаете с пчелами. Да, и ситуация весьма тревожная. Третью своего рациона ты обязан растениям, опыляемым пчелами. Но мировая популяция стремительно сокращается, в основном по вине одного хищника – пчелиных волков. Но мы создали инновационные подспорья пчелам. Взглянешь? Ого, как круто! Эти дрончики – защитники, которых мы учим искать и убивать пчелиных волков. Или… Мосты пчелоеды. Ты помогаешь нам с машинным обучением. Видишь голодраммы пчелиных волков? Чем лучше ты в них стреляешь, тем быстрее наши дроны учатся опознавать цель. Задача дронов – отпугивать пчелиных волков, но не вредить им. О, супер! Да! Ага. Все, Питер, мы закончили. Очень продуктивный сеанс. Ценные данные. Ладно. Лечу на базу. Приветствуем ваттамологию. Внимание! Если бы эти пчелиные волки были настоящими, вы бы спасли от смерти где-то две с половиной тысячи пчел. Ого. Я буду рад помочь в меру сил. Можно попробовать ускорить нейронную сеть. О, я только за! Если Питер решит к нам примкнуть, вы еще пообщаетесь. Спасибо, доктор Ян. Мне еще столько надо показать тебе, Пит. Идем. Теперь отправляемся в зону медицинских исследований. Сейчас мы работаем над протонным лучом. В отличие от рентгена, он точнее и менее радиоактивен. Это же все, что мы обсуждали. Все, о чем мы мечтали, чтобы сделать мир лучше. В этом и смысл. Гарри, подойди на секунду. А, может быть, чуть попозже? Это быстро. Спасибо. Док, это мой друг Питер. Питер, доктор Коннорс. Мы уже встречались. Я работал с доктором Октавиусом. Вы приходили к нам обсудить электротактильные стимулы? Оу. Да. Мне жаль доктора Октавиуса. Столько усилий на смарку. Есть какие-то проблемы? Тошнота, резь, боль, нервозность, спонтанные мысли? Нет, я в полном порядке. Это и тревожит. Рад был повидаться. Твой доктор сам ящер? Папа верит в искупление. Слушай, мне надо позвонить, а ты осмотрись пока. А потом приходи ко мне наверх. С ума сойти. Похоже, присутствие доктора Коннорса тут всем на руку. Надо бы осмотреться. Мне нравится, что тут можно работать над любым проектом. Сколько тут всего? С чего же начать? Что это? Что-то для лучевой терапии? Интересно, это использовали в лечении Гарри? Посмотрим, что тут такое. Вдруг я смогу помочь? Да, это надолго. Боюсь, сейчас у меня нет на это времени, но я бы с радостью вернулся попозже. Здесь столько всего классного. Доктор Вашингтон, прибыли ваши материалы. Позвоните в отдел снабжения. Потребность в органах для пересадки превышает количество потенциальных доноров. Инновационная технология создания искусственных органов и тканей с помощью технологий трехмерной печати снижает риск отторжения и повышает благоприятный исход трансплантации. Фонд Эмили Мэй работает над ее практическим применением в целях спасения жизни. Производство Канев дроны да да это небольшой совместный проект лаборатория энергетики и сельского хозяйства сверхлегкие дроны с новыми батареями для мониторинга посевов очень круто они собирают данные о посевах будут когда мы закончим работу это же круто спасибо пчелиный ролл это сложная система группового перемещения и принятия решений новые колонии образуются в результате ежегодного ранения то есть инстинктивного разделения пчелиной семьи на части фонд эмили мэй обнаружил изменения в спектре вибраций сот предшествующие этому процессу это исследование поможет пчеловодам поддерживать здоровое ранение не вмешиваясь во внутреннюю жизнь улья да эй как будешь готов встретимся наверху я уже иду скоро буду как представлю каково это ходить сюда на работу каждый день я бы смог начать выплаты по закладной но не помешает ли мне это быть пауком надо все обдумать прежде чем подписываться классная рыба это не просто рыбы это подопытные хочешь покормить да японские карпы отличаются вариативностью окраски и идеально подходят для исследования высокой отражаемости слои внутриклеточных безводных кристаллов гуанина разделенные цитоплазмы это позволит нам создать экологические кровельные материалы офигеть мэй бы здесь понравилось столько интересного но нехорошо что гарри меня ждет это оригинальный прототип из лаборатории отто но он же является уликой как он тут оказался неплохо похоже сделано на основе работы отто но без проблем с подключением интересно доктор коннорс ее пробовал хотя после истории с ящером он наверное не испытывает ничего на себе происхождение жизни на земле остается загадкой как из неживой материи могли возникнуть органические формы жизни возможно ответить на этот вопрос нам помогут базовые органические соединения недавно обнаруженные на метеорит эй зачем вам эти велосипеды наш проект супер батареи с зарядкой от велосипеда от них можно прокатиться когда будет действующий образец нам понадобятся испытатели ладно тогда в другой раз у тебя правда есть ускоритель частиц с его помощью мы шлем протонные пучки в процедурную сейчас он на ремонте но скоро снова заработает с ума сойти куда мы теперь на самый верх ты такой бодрый гарри все отлично теперь перенесись по волнам памяти в прошлое еще до старших классов в среднюю школу ладно и так ты помнишь погоди а ты популярен прости это мой ученик так о чем ты помнишь как в школе мы изучали грегора менделя и опыты с горохом ну да про генетику и гибридизацию растений именно доктор фостер получил кучу наград за исследования в области генетики растений ого кстати когда ты там гулял ты не покормил рыбок покормил было здорово интересный проект да еще и уровень кортизола снижает скажи если честно это мое любимое место во всем здании если так посмотреть этот алгоритм простите спешу ясно ага спасибо за понимание ждем доктор фостер спасибо доктор фостер а питер я так полагаю гарри часто о тебе упоминает рад познакомиться доктор фостер повышает эффективность посевов население растет а климат меняется непредсказуемо поэтому надо оптимизировать механизмы приспособления генетическая рекомбинация позволяет подготовить посевы к новым испытаниям будь то погодные катаклизмы или нашествия паразитов взглянешь на опытный образец хорошо идея в том чтобы скорректировать геном растения в сторону усиления нужных качеств к примеру выживание в условиях недостатка воды в этой модели целью является максимальный рост давай попробуем на этом ладно подбирай базовые пары так чтобы собрать максимальное количество генов роста тогда мы сможем накормить весь мир любопытно любопытно нефицированные семена и это порочная практика у нас исходники открыты наша цель развития а не обогащения хитро а мы посмотрим Посмотрим. На шаг ближе к победе над голодом. Замечательно. Я помню, что ты не в штате, но не мог бы ты найти еще один ген. Мне любопытно, как ты с ним разберешься. Эта культура специально адаптирована к городским условиям. Еще бы! Если объединить эти черты... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Молодчина, Питер. Молодчина, Питер. Внушительный, но не давящий. Забавный, но не безвкусный. Впечатляющий, но не вычурный. Твой офис. Или наш офис. Гарри. Не забудь. Все, что ты видел сегодня, лишь крошечная часть того, над чем мы работаем. Но не торопись принимать решение, пока не увидишь его. Ладно. Так, где твой пропуск? Без него не войти. А куда же я его делал? Не говори, что потерял. Не, ложная тревога. Вот он. На следующей неделе у нашей соксбольной команды будет первый матч. Ну, проведи. Я думаю, нам нужна охрана получше. Вау. Ничего себе. Гарри. Это так здорово. И обалденно. Правда. Просто... На меня столько всего свалилось. Пока меня лечили, я думал только о том, что делать дальше, если выживу. И я все слышал мамин голос. Она говорила, что наша планета в беде. И что я обязан спасти ее. Спасибо. Мы с тобой... Мы вместе горы можем свернуть. Ну и... Мы оба знаем, ты умнее. Давай. Давай. Ради мамы и тети Мэй, а? Это круто. Но есть нюансы. Можно передвинуть мой стол туда? Я люблю сидеть лицом к стене. А. Чуть не забыл. Но только я не смогу так сразу. Мне нужно будет передать ученика. Конечно. Я не буду подгонять. Главное ведь баланс, да? Ну, потом Куни Айланд, да? А то. Да. Нет. Нет. Слушай, забыл тебе сказать. Некоторые наши ученые проводят исследования в городе. Если будет время, загляни. Я отправлю координаты, а по пропуску ты пройдешь внутрь. Ладно, я заскочу. Привет. Извини, что сразу не ответил, но я... У меня новая работа. Реально? Потрясающе. А где? В новом фонде, который учредил мой друг. Это... Это потрясающе. Но я потом расскажу. Что у тебя? Мы с Ганки отследили транспорт тех головорезов по выхлопным газам. След ведет к Уильямсбургскому мосту. Встретимся там. Стой, разве тебе не надо писать эссе? Да, но... Долг зовет. Твой долг позаботиться о своем будущем. Если что, обнаружу, я тебе сообщу. Ладно. Тогда удачи. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Как дела, Дани Кастеры? Я получила от вас кучу вопросов о новом фонде Эмили Мэй. Кто его учредил, чем там занимаются? Так вот, это проект Аскор. Да, с ними связаны не лучшие ассоциации. Но у Гарри Осборна, который им руководит, репутация приличная. Например, он взял туда доктора доктора М.Янг, опиолога. Это ученый, изучающий пчел. Она ведущая специалистка по синдрому разрушения пчелиных семей. А еще, если вы на нее подписаны, то знаете, что она классно играет на укулеле. Так вот, вашему фонду, Осборн-младший, придется сильно потрудиться, чтобы восполнить ущерб, нанесенный вашим отцом. Но вы на правильном пути. Ну, не забывайте платить коммуналку. Хотя дело ваше, можете и не платить. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok К вам самое место в песочных часах! Нужно забрать песочный кристалл! Субтитры сделал DimaTorzok Ну, теперь вроде все. Они окружают меня, дочка. Жаль, что я не остался с тобой дома, Кимия. Я бы помог тебе с уроками и приготовил на ужин то единственное блюдо, которое у меня. Ну, а теперь уже поздно. Кимия дочь Марко. А я даже не знал, что у него есть дети. Только что навестила Марко. Он идет на поправку. Постепенно приходит в сознание. Он... Он даже начал есть. Доктора полны надежды. Ты молодец. Доктор Фостер не обидится, если Питеру поможет Человек-паук. Питер, рад, что ты с нами. Мы с твоими друзьями из Пира хотим обеспечить сообщество пищей и начнем с улучшения садов. Собери образцы растений в окрестностях и используй генный процессор. Все просто. Собрать образцы, выделить гены, накормить людей. Думаю, я смогу. Надо найти лучшие образцы. Где-то здесь должно быть здоровое растение. Должно же здесь что-то быть. Это, конечно, сорняк. Но его стойкость может пригодиться. Где-то... Эти с водой будут эффективнее. Пригодятся. Это хорошо плодоносит. Много фруктов. Отлично. Ладно, образцы есть. Пора ими заняться. Удивительно, что ФМ делает эти ГМО общедоступными. Когда речь о базовых потребностях, прибыль не имеет значения. Посмотрим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... acreぞит... Продолжение следует... Если получится... Эти растения будут расти быстрее... И обильно плодоносить. Все это так поможет Пиру. Класс! Получились отличные гибридные семена Осталось подготовить место под посадку Отрегулируем полив Нужно залатать Паутина мне поможет Похоже, протечки снижают давление воды Нужно найти их все, иначе никак Немножко мешает добраться до трубы Затопить растения — это контрпродуктивно Мэй всегда дружила с рассадой, а я с трубами Мэй! 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 Так должно получиться Доктор Фостор будет доволен Про паука ему лучше не знать. Над какими же еще проектами работает фон? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok